всем привет друзья вы на канале поршень покинул чат и сегодня у нас на обзоре ауди а6 quattro всеми любимый автомобиль поехали итак здесь мы имеем audi a6 c5 98 года выпуска в кузове avant со всеми известной легендарной системой quattro что же заглянем малышки под капот состояние конечно у нас здесь как вы видите не фонтан того нет того нет где-то что-то отбилось где-то что-то оторвалось короче машина по низу рынка грубо говоря о капотик открывается это хотя бы и так добро пожаловать 6 цилиндровый v-образный 2 и 8 бензиновый мотор мотор 192 лошадиных силы коробка автомат и так сколько же нужно вложить бабла если вы взяли данный аппарат по низу рынка сегодня мы вам расскажем не переключайте смотрите до конца сразу после покупки владелец сделал следующее регенерировал генератор здесь как вы видите самая красивая самая новая в этом отсеке что правильно бачок охлаждающей жидкости ну вот мне реально нравится выглядит шикарно также был под поменян антифриз фильтр топливный фильтр масляный фильтр воздуха и фильтр салона масла были поменены грм полностью с сальничками со всем весь комплект ну и в принципе все на все про все поэтому всему делу ушло 500 баксов вместе с работой также сразу была произведена замена масла в коробке и фильтра в коробке и замена масла в дифференциале также были поменены подушки на коробке все это обошлось в 340 долларов вместе с работой также забыл сказать что фарах были поменены лампочки ну тут у нас ксенон так что лампочки были ксеноновые или как правильно сказать напишите в комментариях по подвеске были у нас поменены сальники на полуосях рулевые наконечники и втулки стабилизаторов также были к этому всему поменены шруса и тормозные диски с колодками и это все плюсуем 300 баксов вместе с работой также была куплена новая резина больше конечно для эксперимента потому что данная резина по городу в принципе не нужно она была нужна для оффрода она была слишком широкой нужно было купить дистанции потому что натирала здесь резина мягко говоря полная шляпа потому что это наварка стоит она в принципе ну не особо дорого но за свои бабки она могла быть по качественнее короче она наваренная тут на наклеенная вылезла шишка одна там вторая сейчас я вам покажу сначала вылезла на переднем левом колесе потом вылезла вот сейчас на заднем на переднем она уже помененная резина здесь ее нет но опять вылезла на заднем колесе вот мы тут ее видим наблюдаем вот она короче резину не рекомендую дерьмо редкостное но по оффроду более менее нормально она ездила но все равно дерьмо я отъездила она там малое количество километров теперь надо выкидывать на помойку на это все а еще до проставки и на это все ушло порядка трех ста сорока долларов тоже в принципе цифра не маленькая резина себя не особо оправдала ну ничего бывают ошибки так что лучше если у вас есть немножко чуть чуть больше денежек взяли доложили и купили себе оригинал который качественные не будет у такого вот казуса также здесь была поменена защита на алюминиевую под заказ там нужно было приварить некоторых местах то есть ее закрепить не так то просто но защита получилась шикарная защищает реально четко потому что ну алюминий сами понимаете это все обошлось примерно в 100 баксов дополнительно это так скажем по желанию можете этого не делать но защита того стоит ну что перейдем к кузову здесь мы имеем вот такие лакокрасочные проблемы это лак скорее всего слез здесь там такие вот косячки рыски полосочки здесь у нас вот ржавчина уже появилась но немалое количество ее тут опять лак послезал он тут можно и он и по убирать что тут задний бампер немножко полопался ну не немножко так нормально полопался тут у нас также опять вот ржавчина появляется ну ребята машине 25 лет что вы хотели 25 лет сравните сейчас которую машину выпускают если она доживет до 25 лет то она вот так вот выглядеть не будет она будет вся такая как я рыжая тут тоже такие вот косячки имеем ну в принципе для 25 лет это очень неплохо я бы сказал раньше делали качественно не такую шаляпу как сейчас делают тут он тоже послазил немножко лак по нормально нормально тут он ну не будем придираться так скажем к мелочам тут вот тоже краска послазила непонятно то из-за удара или не из-за удара может просто но вряд ли просто конечно решеточки повылетали скорее все потому что машина цепляла багажник ой багажником бампером ну в принципе на этом сами видите какой кузов не идеальный но низ рынка нормально погнали салон на одуметре у нас 297 тысяч пробега вот открывается дверь мы смотрим это у нас кожаные сиденья напишите пожалуйста в комментариях как вы думаете здесь реально 297 тысяч или нет потому что я думаю по состоянию этих сидений ну то здесь за полмиллиона скорее всего но сидение электрические это большой плюс я не работают 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 это все функции до работают да все функции работают подогрев даже есть подогрев сидений ну ладно то такое дело и так что мы имеем здесь по салон начнем начнем со стеклоподъемничка 4 штуки все работают блокировка стеклоподъемничка нажали все сзади не могут открыть закрыли открыли машинку здесь у нас такое прикольное красивое дерево баубаб шучу вряд ли конечно баубаб ну дерево немножко затертые переключатели света свет обычный авто нету круиз-контроль имеется на руле кнопок нет роль обычный здесь у нас двухзонная климатизация климат-контроль работает о пошла пошла жара так давай его выключу а то здесь сразу об кнопочка о потому что мне на бмв кнопочки к сожалению нету тут у нас магнитофон оригинальный audi 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 connect здесь у нас такое место на какие-то ваши визитные карточки подстаканчик ну можно сказать что можно сказать что он работает в принципе работает засчитаем работает обдув встречает коробка автомат поворот стекол не стекол поворот поворот зеркал заднего вида здесь у нас тоже отвечает да за магнитофон меню а здесь у нас меню находится на доме 3 в принципе все по стандарту также здесь имеется подогрев сидений на сколько у нас здесь 6 до 6 греет реально хорошо греет качественно быстро нагревается и работают оба сидения ну дерево неплохое дерево неплохое сохранилась очень даже очень даже за 25 лет нормально подсветка салона работает кстати говоря из тоже работает в принципе на лампочка скорее всего перегорела работает ли 25 лет все работает видно сделал на качестве тут немножко что-то там порасходилась потолок 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 у такое нас провисший бардачок тут такое подлокоть подлокотнички подлокотник вперед назад не ездит не только вверх-вниз ну такое не страшно вниз выше ниже опускается пожалуйста ручничок работает все все четко сидеть скажу вам сразу если бы не провисший потолок было бы все шикарно так немножко моего чуба касается так скажем место ну достаточно аудио 6 место принципе хватает задний ряд показывать вам не будем потому что обзоров уже в интернете много тут особо в принципе ничего такого интересного нету багажнике тоже интересно особо ничего не да багажник большой объемный это классно сидение можно положить лечь это все четко но в данном обзоре будем в данном обзоре мы вам рассказываем сколько нужно вложить денег после покупки по низу рынка что здесь нужно еще по салону сделать в принципе еще нам предстоит по машине сделать это потолок сиденья и покрасить это все будет стоить ну тоже немалых денег но в идеале это все нужно сделать ну что поехали проедемся вот по мягкости по ямам мы едем и ощущается я ощущаю себя в данном автомобиле в принципе комфортно по рулежке в руль рулится мягко адекватно никаких нареканий поэтому нет но единственное нарекание то что он стоит криво это нужно сделать геометрию чтобы он стоял ровно как машине 25 лет то адекватно достойно единственное немножко она виляет машина потому что резина резина шляпочная поэтому она и виляет вся резина была нормальная то было бы намного комфортнее место достаточно на ноги на все хватает какие-то такие ямки от побольше особо сильно и не ощущается ну это audi a6 машина комфортная большая удобная для какой-то семьи небольшой этого будет нормально вот атакой бы обзорчик заснять на bbs ах на bbs а было бы вполне себе неплохо до мотор работает ровно тихо бензинчик живет она конечно как там все правда-то правда употребляет она немало бензина передачи переключаются плавно комфортно ничего не пинается вот единственно вот есть ну виляет виляет машина виляет скорее все это из-за резина и потрушивает тоже из-за из-за резины а так шумоизоляция достойно это audi тут всегда в принципе с этим никаких проблем не было насколько она сейчас расход она как тут посмотреть вот сейчас мы едем показывает 14 литров 14 с половиной я газ еле-еле нажимаю 12 12 половиной но если вы хотите экономный вариант то это скорее всего точно не для вас 2 и 8 бензиновый мотор сейчас перешло на 10 10 литров но все равно это ну это реально много и по городу она сколько она обхавает по городу если нормально на педальку давить то 20 литров что такое 20 литров 20 литров это 20 литров это ну это кашалот такой небольшой кашалот за такие расходы это должен был быть какой-то бы мерседес амг четырех литровый то бы давала свои эмоции свой кайф за этот расход можно было бы платить а тут платить за такой расход конечно я лично не брал бы себе для себя не не рекомендую для тех которые хотят как сказать заушенчить которые хотят сэконом по трассе сейчас мы вот ставим видео она хавает около 11 литров при скорости 140 километров в час это в принципе адекватно это такое себе это не очень вот мы едем сейчас по городу надо будет притормозить поводу торможения новые тормозные диски новые колодки но тормозит она не очень не знаю чем это связано тормозит она слабовато скорее всего тормозится плохо из-за резины потому что резина она тут мягкая и при торможении она вдавливается возможно из-за этого но скоро поменяется резина и скорее всего все будет в порядке также забыл сказать про датчик позиционера селектора f125 который находится на коробке и он бывает иногда проблематичным если машина заезжает более-менее глубокую лужу его заливает водой и он перестает нормально работать не включается задняя передача такое в принципе часто случается с данными автомобилями с данной коробкой но если вы ездите там в дождь или или в обычную погоду этого в принципе не случается только если заезжаете в лужу поглубже как мы это сделали на оффроаде как мы поборолись с этой проблемой вскрыли этот датчик убрали полностью влагу попшикали спреем для контактов и все прошло единственная сложность была к нему добраться добраться к нему сложновато потому что нужно там снимать защиту и так далее и из-за этого это было проблематично в общем общую сумму которая была вложена сюда после покупки вы сейчас видите на экране столько денег понадобилось чтобы привести машину в более-менее механически рабочее состояние вот наше видео подошло к концу кому оно понравилось или у кого есть какие-то вопросы или что вы думаете по данному автомобилю пишите обязательно в комментариях кому видео понравилось ставьте лайк подписывайтесь на канал высылайте видео друзьям вы были на канале поршень покинул чат до скорых встреч